Автопробег на ретро-автомобилях. Гомельские энергетики протягнули традицию наведывания местцов боевой славы и встреч с ветеранами. На этот раз я не накировался по маршруте Гомель-Жлобин-Рогачёв. У делу акции принял и наш корреспондент Олег Синцеров. Автомобиль «Перамуга» 1954 года, Москвич 61-го, Мотоколяска 68-го. На маршрут автопробегу, пресвеченного 75-го года вызволения Беларуси, все это вышли 15 ретро-автомобилев. Гэта проект Гомель-Энерго и областная Галиновая профсоюзная организация реализуют уже 8-й год запор. Ранее наведывали Брахинский, Хонинский, Кармянский районы. У гэтом годе кончатковый пункт автопробегу Рогачёв. Мы поняли, что это надо не только и интересно не только жителям этих районов. Это надо сегодня нам, ныне живущим, это надо работникам Гомель-Энерго. И сегодня вот это мероприятие абсолютно добровольное. Протягивать маршруту, по яким проходить автопробег, коляса 50-ти километров. При гэтом энергетике робить обаяцковые припынки во всех местах боевой славы, по зауваге не состоится ни один помник. Подчас распорсовки маршрута гэтой частой программы надалей особливую увагу. Гэта зараста теченяет спокой, а 17-го жнивня 41-го года у гэтых мястинах проходил жорсткий бой, а поздний бой Жлобинского знищального батальона. Жлобинский знищальный батальон воевал в злепене по жнивень 41-го года, и он не был кадровым военным подразделением. У его составу выходили работники органов улады, молодь и колгасники с пригрынных господарок. Усяго количество 70 человек. Не глядячи на то, что Жлобинский знищальный батальон воевал не вельми долго, сегодня его история вывучена достатково подребязно. Мемориальный комплекс «Детям их вяром войны» открытый ровно 12 годов тому. Гэта одинный на пасоветской просторе мемориал, пресвеченный неполногодовым, який загинули подчас великой очиной. А подчас традиционного складания кветок тут проводится еще и невеликая экскурсия. Гэта соправдается обливое место. Прочутая настолько уражуя, что обаяковым не застаётся никто. Тым больш значность даётся перемога над ворогом, для якого белорусские дети были не большим донорами криви для солдат. За вызволение Рогачёвского района свое житие дали больше 17 тысяч солдат и офицеров Червоной армии. Сегодня об этом нагадують шматрики братской могилы. Хоть автопробег – это не только жалобные митинги. На центральной площади Рогачёва выстава ретро-аутомобилю, якие примали в делу акции и полевая солдатская кухня. Мечтым у «Гомель Энерго» скажут об ожидании протягивать такие отопробеги долей во вселеком разе в наступном годе и он отбудется обовязково. Планируем выехать в Петриковский регион. Петриков не охвачен, Житкович и Лельщицы. То есть в Гомельской области достаточно мест, где мы ещё не были. Поэтому мы будем однозначно планировать и уже думаем об этом, что поедем в Петриков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова